Знаете, у меня такое достаточно противоречивое мнение о чатже 5.4.5. Давайте в этом видео расскажу почему. Смотрите, как заявляют сами ребята из OpenAI, чатже 5.4.5 больше подходит для составления текстов. То есть они позиционируют модель 4.5 как модель для генерации идеи, модель для изучения идей и для составления текстов. Мы это сейчас проверим, посмотрим справится ли она с теми запросами, которые используются в чатже 5.4.5. Но для начала я бы вам хотел показать следующее. Смотрите, здесь проведены исследования и проведены уже некоторые тесты. Здесь мы видим, что модель 4.5 по точности ответов лучше и выше, чем модель 4.0 и O.1 и тем более O.3 Mini. Плюс у нее уровень галлюцинации намного ниже, чем уровень галлюцинации у 4.0. Если честно, я просто был шокирован, когда увидел, что уровень галлюцинации у модели O.3 Mini составляет 83.0. Я не думаю, что это процентов, но это слишком много. Чатже 5.4.5, они заявляют, что у нее уровень галлюцинации намного ниже. И модель, она сама по себе более, как бы у нее более профессиональный ответ. И она именно для взаимодействия человека с человеком. То есть, почему они говорят, что модель 4.0, а 4.5 это модель для составления текстов. Потому что она пишет, по мнению компании OpenAI, более такие человечные тексты. Здесь также на сайте, соответственно, представлены ответы. То есть, мы видим, что 4.0, она очень много текста пытается нам выдать. Чатже 5.4.5, она же, соответственно, выдает нам краткий ответ, основанный на скорости. Вот различные варианты. Можно посмотреть. Мы с вами сейчас еще все это сравним. Модель 4.5 мы также можем использовать в API, например, при использовании приложения N8N, либо когда мы создаем своего AI-помощника, AI-бота, либо интегрируем куда-то в Чатже 5.4.5. Давайте уже проведем тест. То есть, я убираю модель 4.5 и прошу его сделать следующее исследование. То есть, это не то, что исследование. Я прошу ему создавать таблицу. Я не включаю функцию поиска, потому что, как сами заявляют ребята из OpenAI, функция поиска в модели 4.5, она работает автоматически. То есть, нам не обязательно использовать вот этот вот сервис поиск. Он сам определяет, что ему нужно, например, взять данные из интернета, и, соответственно, он эти данные включает. Смотрите, что здесь самое интересное. То есть, мы задали запрос, как модель использовать API для моделей 4.5, 4.0 и Cloud 3.7 Sonnet. Смотрите, что он говорит, что модель 4.5 стоимость за 1 миллион входных токенов составляет 75 долларов. Я вот, когда увидел эти цифры, я, честно, не понял, да, почему такая высокая цена, если это модель. И сразу же приходишь к выводу, что, скорее всего, эту модель нужно использовать именно вот в самом чате GPT. То есть, ее не интегрировать там в тот же N8N, либо в Make, либо куда-то в API. Ее не интегрировать, потому что можно не то что разориться, но очень дорого стоит общаться с этой моделью. Поэтому я пока, пока они не снизят, наверное, цены, я эту модель буду использовать чисто вот в чате GPT. Интегрировать ее пока, ну, не вижу большого смысла. Для сравнения, 4.0.0 модель стоит 2.5 доллара за 1 миллион токенов. И 10 долларов за стоимость выходных токенов. То есть, в 15 раз цена ниже. 4.0.0 Mini стоит 15 центов. Да, посмотрите разницу в цены. И 60 центов за выход. Клод 3.7 Sonnet стоит всего 3 доллара. И стоимость за выход 15 долларов. То есть, тоже чуть выше, чем чат GPT 4.0. Но при этом Клод 3.7 Sonnet мне вообще нравится, как он сейчас стал писать. То есть, 1 миллион токенов примерно 750 тысяч слов. Ну, это много. То есть, за 750 тысяч слов мы заплатим 150 долларов. Это много. Значит, смотрите, он нам скинул. То есть, откуда он взял эти данные, источники взял. И обратите внимание, что стоимость использования может измениться. Поэтому рекомендуем проверять актуальные цены на официальных сайтах. И, соответственно, список источников, откуда он взял эти данные. Я его изначально не просил включать поиск. Он сам по умолчанию включил поиск. И, соответственно, выдал нам эти данные. Если мы хотим сравнить с версией, например, 4.0, давайте вот версию 4.0 и посмотрим, как она справится с этим запросом, то у нее не будет этих данных. То есть, для 4.0 нужно включать именно в эту функцию поиска для того, чтобы она дала нам те данные, которые, соответственно, мы спрашиваем. Смотрите, стоимость 4.5, входящие токены 10 долларов, 20 долларов, 4.30 долларов, 65, 10, Клод, 8, 16. То есть, он не взял никакие данные, он просто это все, соответственно, придумал. Давайте включим поиск в сети, и он опять должен перестроить. То есть, то ли здесь галлюционирует, то ли он просто придумал. Вот, когда мы включили поиск в сети, он тут же нам дал ответ, плюс добавил, соответственно, примечания, которые не добавил первая версия. То есть, первая версия просто ссылалась на источники. Следующее. Давайте посмотрим, как он генерирует те самые идеи. Значит, все промты, которые я использую в этом своем видео и вообще во всех своих видео, я беру со своего телеграм-канала. Здесь собрана база из больше, чем 10 тысяч различных промтов на русском, английском языке, плюс применение и в личной жизни, и в бизнесе. То есть, промты для использования искусственного интеллекта для ваших там ботов. Плюс, конечно, шаблоны N8N, Make, которые сейчас активно внедряются для использования искусственного интеллекта за пределами чат-жепети. Для подключения через API, для создания своих продавцов, ассистентов, ботов. Плюс большое количество видеоуроков, поэтому сюда, в телеграм-канал, я всем рекомендую вступить. Ссылка находится в первом закрепленном сообщении, либо в описании. Там бот вам подскажет, как попасть, соответственно, в этот телеграм-чат. Хорошо, я буду использовать следующий промт для того, чтобы потестить чат-жепети 4 и 5, как он справляется с поиском и работой оригинальных идей. Сразу же скажу, смотрите, заметьте, как отвечает чат-жепети 4 и 5. Я не буду пока говорить, хорошо он отвечает или нет. Для этого в следующем тесте я вам кое-что покажу. Значит, хорошо. Как заявляют сами разработчики 4 и 5, они помогают... Так, не туда ушел. Они помогают чат-жепети 4 и 5 лучше отвечать для генерирования тех самых идей. Значит, 8-10 оригинальных актуальных тем для блога о том, как искусственный интеллект меняет маркетинговую индустрию. Конец эпохи рекламных агентств. С этим я согласен. Персонализация, приватность, как найти баланс с помощью искусственного интеллекта, как помощники изменили продажи. Вот с этим тоже согласен. Почему традиционные стратегии продвижения исчезнут к 2030 году. Смотрите, у него такой ответ лаконичный. Давайте сразу же мы запустим такой же запрос в чат-жепети 4 и, соответственно, чтобы у нас была возможность сравнить эти два ответа. Да, смотрите, чат-жепети 4 и он, во-первых, да, он дает более расширенный ответ. То есть мы видим здесь примечание, как он писал в прошлый раз. И давайте посмотрим, сравним на варианты ответа. Будущее СММ. Смогут ли нейросети из поли заменить человека? То есть, на мой взгляд, здесь почему, наверное, такие дорогие токены? Потому что он качественно прорабатывает смысл, который он хочет, соответственно, передать своими ответами. В отличие от 4О. 4О, знаете, такой говорун, который всем все расскажет. Вместо того, чтобы льет воду частично. Хотя мы замечали, что 4О уже не так сильно льет воду. Но они сократили, они заставляют 4,5. Знаете, если 4О это такой человек, которого не остановить, то 4,5 версия, он такой четкий. Вот так можно сделать. Соответственно, он дает нам четкие инструкции. Чем-то мне напоминает, кстати, дипсик игрок. У них тоже вот эта вот возможность ответа четкого и лаконичного у него есть. Особенно вот у дипсика. У чаджи 5,4,5 они, видать, тоже посмотрели, как это все работает у конкурентов. Тоже решили сделать ответы четкими и лаконичными. Да, вот если сравнить ответы с 4О, то здесь можно устать читать. Я уже, кстати, это тоже по себе замечал, что когда я спрашиваю чаджи 5, я пытаюсь найти вот эти вот смыслы, то есть ключевые триггеры, слова, чтобы зацепиться и прочитать. Этот ответ я, скорее всего, буду с большей вероятностью читать. Смотрите, чаджи 5,4,5, на мой взгляд, отвечает очень медленно. Поэтому я бы сейчас хотел сравнить скорость ответа у чаджи 5,4,5. Мы задаем для них один и тот же промпт. Составь искренне и поддерживающее письмо для сотрудников после массовых увольнений, учитывая эмоциональные нюансы ситуации. Давайте сейчас попробуем быстро нажать сюда и сюда, сюда. И посмотреть, соответственно, какой, как, кто из них справляется быстрее. Чаджи 5,4,5 быстрее генерирует и составляет текст. То есть, если сравнивать с чаджи 5,4,5, то он эту задачу, с этой задачей справляется чуть дольше. То есть, он печатает медленно, он дольше думает, дольше рассуждает. Чаджи 5 по скорости, то есть, он справляется медленно. По самому запросу, по самому ответу, да, конечно, у него, скорее всего, будет... Уважаемые коллеги, сегодня мы переживаем сложный момент, который затронул каждого. Сегодня трудный день для нас всех. То есть, вот это 4,4,5. Многие из вас испытывают беспокойство, их уход, большая потеря. Я хочу поблагодарить каждого. Важно помнить, что вы самое ценное. Но здесь, да, вот нужно смотреть детально, да, кто из них справился лучше. Но по скорости чаджи 5, вот сейчас, вот при таком запросе, мы это не сильно было видно. Буквально несколько дней назад, когда я делал подобный тест, там, для себя, я мне сначала думал, блин, почему так медленно отвечать, мне показалось, что ли? Я сделал тест, и там был просто колоссальная разница между чаджи 5,4 и 4,5. Мне кажется, они сейчас немного пофиксили эту тему, потому что сами ребята из чаджи 5,4, из Open Air поняли, что чаджи 5,4,5 что-то справляется с задачами слишком медленно, либо какая-то, может быть, была большая нагрузка на запрос. Но, тем не менее, да, сейчас разница не такая ощутимая. Когда я делал первый тест, разница была просто ощутимая. Нужно было снимать видео тогда. Хорошо, значит, в принципе, с уважением, имя, должность, компания. Ну, здесь мы делали упор в сообщение именно на то, что это должно быть искреннее сообщение. Чаджи 5,4,5, возможно, справился с этой задачей лучше, но 4,5 тоже справился неплохо. Ребята, я не вижу смысла затягивать сильно это видео, 4,5 версия интересная, новая. Я думаю, что я буду писать посты с ее помощью, сравнивать с постами из Клод, 3,7 с Анет, публиковать в Телеграм, смотреть на реакции, потому что я большое количество постов и пишу именно с помощью искусственного интеллекта, и смотрю на реакции, которые собрал пост, написанный с помощью искусственного интеллекта, и, собственно, ручно мой пост. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой канал, подпишитесь на Телеграм-канал. Ссылки все находятся в первом закрепленном сообщении. С вами был Гриф Зуевич, поставьте лайк, пока.